Здоровье человека с точки зрения антропологии. Антропология — это наука, которая изучает человека. Изучает человека в его естественной среде обитания. То есть это кочевники, земледельцы на природе. И в искусственной среде. Это мегаполис. Для сравнения, чтобы найти, так сказать, рецепт счастья. Люди, проживающие в естественной среде, они более счастливы. Однако, рано стареют и умирают. А в искусственной среде обитания человек разгружен. Есть много благ, да, ему удобно, живет он дольше, но человек постоянно занят. Мало времени пользоваться всеми благами цивилизации. И вот антрополог занимается тем, что ищет золотую середину. Человек, который живет в естественной среде обитания, более здоровый. У него более сильный голос. Работает тело, мышцы. Ну и, соответственно, компьютеры, телефоны. У человека атрофируются мышцы, гнутся спины. И что-то болит, болит, болит. Надо работать, чтобы работать на лекарства в первую очередь. Это уже после 20, 30, 40 лет. Чем старше человек, тем проблем больше становится. Их надо решать. Люди ходят в больницы к врачам. А врачи, знаете ли, такое понятие, да, от слова врать. То есть врачи могут вам помочь, знают способ, но у них нет времени. Очереди. Много желающих. Что может дать вам врач? Пилюлю. Волшебную таблетку, которая уберет вашу боль, да. Но проблему-то она не уберет. Я 19 лет занимался тем, что водил вьетнамцев, как гид, по больницам. С утра до вечера. И лично знаком был со многими специалистами в разной области. Это вертибрологи, гинекологи, и стоматологи, и так далее, и тому подобное. Сейчас идет речь о вертибрологии, позвоночный столб. Многие сейчас идут заниматься йогой, смотрят видосики, да, тик-ток, какие-то упражнения. Смотрят на красивых молодых людей, которые занимаются железом или просто гимнастикой какой-то. Идут к массажистам. Но массажист же тоже проблему не исправит вашу. Например, вам 40 лет, и у вас болит спина с 25. То есть, 15 лет вы уже в процессе регресса. Чтобы убрать боль, да, вам нужно исправлять это еще 15 лет. В другую сторону. И массажист вам не поможет. Он может вправить вам позвоночник. Конечно. Вправив позвоночник, вы же не поменяете образ жизни. Вы опять сядете в неудобную позу. Позвонки опять вылетят в то положение, в котором они привыкли быть. Так что йога вам не поможет. Даже если вы выделяете 2 часа на занятия, в сутках 24 часа. То есть, 22 часа вы занимаетесь тем, что приводите свой позвоночник в неудобное положение. И 2 часа исправляете. То есть, 22 минус 2 это 20 часов. Все равно ведете, скажем так, неправильный образ жизни. И вот антропологи, да, это люди, которые изучают людей, человеческие тела. В сравнении. То есть, они ездят, смотрят, общаются. Посещают разные регионы. И вот, что я заметил. Более здоровые нации, это те, кто спит на полу. Человек проводит во сне, ну, где-то, скажем так, 6-8 часов. И если он спит на ровном, на нарах, скажем так, да, то это 8 часов тренировки уже. Так что, если вы хотите исправить свои позвоночники, вам надо перелечь с диванов, с кроватей мягких, с подушек и перин на пол. На нары. На полу можно спать в жарких регионах. Соответственно, там, где холодно, попадает сквозняк, да, или вы живете на высоких этажах. Лучше спать на кровати, но опять же ровной. И вот, самый здоровый образ жизни ведут, как ни странно, монахи, да, и заключенные. Они спят на ровном. Сидят на корточках, они на унитазах. И все у них хорошо. Поэтому, главная тренировка человека, если он хочет исправить себя, это спать на ровном. Спать на ровном можно только в двух положениях. Или в положении на спине ровно, или в положении на боку. Вот так. Или так. Это 6-8 часов. При пробуждении лучше всего сидеть, опять же, на ровном, на полу, скрестив ноги. Вот таким образом. Не на коленях, как это делают японцы. Потому что, сидя на коленях, у вас будет прогибаться позвоночник в пояснице. И это считается положением раба. А вот со скрещенными ногами, сидя на полу или на какой-то поверхности, у вас опять остается ровным позвоночник. Не на стуле. И это уже еще плюс 2-3 часа у кого-то и больше, если вы работаете на компьютере. Справлять нужду тоже желательно не на унитазе. Потому что Бог создал человека без кровати, без стула и без унитаза. В азиатских странах, в Китае, например, удивляются многие, что нет унитазов. Они ходят все на толчок. Потому что это удобно. И как мы знаем с вами, дорогие друзья, у женщин, европейских женщин, ноги сильнее, чем у мужчин. Почему? Ну, подумайте сами. Потому что они справляют нужду, сидя на корточках. Не йога. Это сон в правильном положении. Это положение сидя с ровным позвоночником. И это правильное перемещение в пространстве. Это хотя бы начиная с того, как вы завязываете шнурки или обуваетесь. То есть не вот так вот. А просто поднимая одну ногу. С ровным, опять же, позвоночником. Тогда вы будете балансировать, да? Учиться балансировать. Каждый раз разуваясь или обуваясь. А это бывает много раз в день. Вы уже тренируетесь. Стойки на одной ноге. Сначала вас будет шатать. Но потом вы привыкнете и будете держать баланс и равновесие. Это круто. Еще чего это касается? Это касается перемещений в толпе. Например, вот вы идете сквозь толпу, да? Попадаете в метро или рынки, да? Обычно, когда человек попадает в толпу, лавирует. И лавировать лучше всего стараться то одной, то другой стороной. Меняя стороны. А не привыкая к какой-то одной. Если вы привыкаете лавировать, только засовывая, например, левое плечо или правое, тогда вы привыкаете к какому-то одному согнутому положению. И здесь дисбаланс выходит. Далее. Если вы сидите, да, и просто держите что-то, берете, кладете, лучше всего это делать, чтобы здесь было свободно. Тогда легкие наполняются лучше. Сжимая подмышки, вы не даете вдохнуть себе до конца. Вот так вот. То есть, соответственно, принимая, да, вокал, его надо брать не вот так вот, сгибаясь, ну а прямо со свободной легкой подмышкой. Плюс правильное перемещение пространства, это умение ходить. Большинство из нас, дорогие друзья, процентов 80, а то и 90 не ходят, а падают. Падают и просто перемещают ножки. Когда хотят остановиться резко, да, то есть останавливаются, их заносят. Поэтому многие люди спотыкаются. Если вы ходите, да, правильно распределяя вес пространства и равновесие сохраняя, то вы не споткнетесь. Никогда. А почему многие из нас спотыкаются? Почему такая, откуда привычка? Это, во-первых, первая спешка. А вторая причина, вторая проблема, она зиждется у нас глубоко-глубоко в детстве, когда наши родители пытаются научить нас же ходить. И, конечно, каждый родитель гордится своим ребенком, что он рано научился ходить. Вот мой уже в 9 месяцев пошел, а мой в 8. И что делают? То есть, когда ребенок начинает учиться держать равновесие, то есть поднимается за что-то, держится, родитель отходит и протягивает руки к своему ребенку. Мама или папа говорит, «Иди ко мне, мое дитя, мое чадо». И ребенок, естественно, чувствуя, что родитель далеко, начинает к нему перемещаться. Но как? Он только встал на ножки, его еще шатает. И он бежит к своему родителю, падает ему на руки. И таким способом родители учат детей ходить. Но они не учат их ходить, они учат их падать. И учат, приучают их к тому, что их кто-то поддержит в этой жизни. И так ребенок вырастает, куда-то бежит, спотыкается, что-то себе ломает. А потом удивляется, почему так происходит. Потому что он в подсознании надеется, что кто-то его поддержит в этой жизни. Бежит, 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 бежит. И думает, что кто-нибудь когда-нибудь его поддержит. Но он уже взрослый, он уже вылупился, оперился. И никто его поддерживать не собирается. Потому что родители уже старенькие. И они не осознают того факта, что научили ребенка плохому полагаться не на себя, а на кого-то там. А вот так вот. Я, в принципе, выдал то, что хотел. Подписывайтесь на мой канал. И я думаю, что есть много тем, которые стоит обсудить с точки зрения антропологии. Так как я интересуюсь разными вопросами бытия. Все. Счастливо. До свидания.